Музыка На рабочем совещании общественной комиссии рассматривали предложения жильцов 7-го и 8-го домов 4-го микрорайона. Молодые и активные специалисты из СМОТЭ разработали проект благоустройства дворовой территории. Те, кто успел в этом году проявить инициативу, уже в ближайшее время получат результат. Эта программа нацелена на привлечение жильцов самим участвовать в ходе работы по благоустройству территорий, на которых расположены их дома, там, где гуляют их дети, отдыхают на лавочках их родители. Позволяет не только инициировать предложения, но и контролировать весь ход ремонтных работ и принимать участие в приемке конечного результата. Двор в 4-м микрорайоне объединяет два больших новых дома, в котором живет много молодых семей. Им требуется большая парковка для автомобилей, удобная зона отдыха и хорошая игровая площадка. Уже требуют ремонта тротуары и бордюры. Всё это инициативные жители внесли в свой проект, согласовали с управляющей компанией и комитетом по городскому хозяйству, чтобы иметь представление о затратах на благоустройство их двора. Если уже подвести такой краткий итог, пока в фортной среде, реально, у нас прошли один дом, это 1,10, первый микрорайон, первый дом, второго микрорайона, вот сегодня мы с вами рассматриваем два дома, седьмой, восьмой, четвертого микрорайона, ну и финальное голосование, когда у нас пройдет, 18 марта, будет одна из общественных территорий. Поэтому сумма выделена у нас 10 миллионов рублей на этот год. Сумма довольно-таки приличная, но, тем не менее, любое решение, которое принимается, оно должно приниматься непосредственно в нашем населении. Это одно из условий благоустройства любой территории, общественной зоны или средства нашего города. Программа долгосрочная, и каждый двор, если не проявит инициативу в этом году, то в следующем войдет в перечень территорий по благоустройству. До 2022 года территории Десногорских дворов должны обрести новый облик, а какими они будут, решать нам с вами. Редактор субтитров А.Семкин